есть у нас один из русских царей монетки его времен его правления у меня всего в коллекции две штучки и царь этот не кто-то а наш сегодняшний день рождения кименинник василий третий был такой русский царь великий князь владимирский московский все руси родился вот он как раз и 25 марта только в 1479 году он был вторым сыном ивана 3 который стремился передать всю полноту власти по линии старшего сына вот поэтому он еще в 1740 в 1470 году объявил своими соправителями наследником своего сына от первого брака ивана молодого который однако в 1490 году скончался вот последующий за этим борьба за определение будущего пристонаследника закончилась победой василия третьего сперва он был объявлен великим князем новгородским песковским в 1502 году великим князем московскими владимирским и всея руси самодержан то есть стал соправителем отца вот после смерти ивана третьего в октябре 1505 года василий третий беспрепятственно ступил на престол и получив по завещанию отца великое княжение московское вот право управления столицы и всеми ее доходами право чеканки монеты вот две из них мы как раз и видим у меня в коллекции он также получил 66 городов и титул царя всея руси вот встав во главе государства василий продолжил политику отца собирание земель укрепление великой княжеской власти и оставить интерес православие в западной руси но с самого начала энергично ворвался за централизацию государства и при нем к москве были присоединены последний пол самостоятельные русские земли псков волокск смоленск рязанская стародубская новгородцы северское княжества и вот получилось что россия на тот момент оказалась равны по величине вот европе вот такой размер был россии и естественно это не могло не трене тревожить и не волновать так скажем всех соседей и поэтому василию третьему очень очень даже пришлось побороться за эти за русские земли вот во внешней политике василий третий помимо борьбы за русские земли также вел периодические войны с татарами крымского и казанского хан совершая набеги совершавшие набеги на москву вот дипломатическим приемом василий по ограждению от нападения было приглашение татарских царевичей на московскую службу получивший при этом обширные земли вот в отношении более далеких стран он проводил по возможности дружественную политику василий вел переговоры с пруссией приглашал ее к союзу против литвы и ливонии принимал послов дании швеции турции индусского султана бабура обсуждал с папой римской возможность унии и войны против турции торговые отношения связали москву с италии франции австрии и даже вот в один момент как-то итальянские денежные мастера на настроили чеканку монет из золота был такой интересный факт в истории россии нумизматики вот в своей внутренней политике и василий третий для укрепления едины на державе ввел борьбу с родовитым боярством и феодальной оппозиции за за вступление против политики великого князя в разные годы подвергались опале многие бояре и князья и даже митрополит варлам василий принял меры к выводу остатков удельных властвований в новые места результат такой политики быстрый рост по местного дворянского землевладения ограничение иммунитета и привилегий княжеской боярской аристократии также василий третий отодвигал бояра то участие в решении государственных вопросов советы с боярской думы во время его правления имели в основном формальный характер все дела решались царем лично и в контакте с немногими доверенными людьми однако сила традиция была такова что на значимые места в войске и управление царю приходилось назначать представителей боярства вот время правления василия третьего также знаменовалась подъемом русской культуры распространением московского стиля литературного письма занявшего ведущие места среди остальных областных литератур вот так же сложился архитектурный облик московского кремля превратившийся в хорошо укрепленную крепость по всей россии итальянские так скажем архитекторы очень сильно старались вот строили всевозможные и вот то что в россии мы видим сейчас она в основном была построена вот в то время василий был дважды женат первый брак был устроен еще иваном третьим в 1505 году жена боярская дочь соломония собурова вот поскольку этот брак был бесплоден василий несмотря на протесты церкви добился развода вторая его жена княжна елена глинская на которой он женился в 1526 году вот в браке родились сыновья иван будущий грозный и славауны юрий скончался великий князь василий третий иванович 3 декабря 1533 года от заражения крови вызван нарыв на левом бедре но успел он тем не менее постричься в монахии под именем варлаама он был погребен в архангельском соборе московской кремля своим наследником умирающий князь объявил трехлетнего сына ивана а регентами назначил бояр бельского и глинского вот такой у нас сегодня вот такое вот вот такой у нас сегодня событие вот он как раз василий третий завершил процесс создания единого русского государства груз заняла огромную территорию как я уже говорил приблизительно равный по размеру всей европе государство такого масштаба потрясает воображение современников образование российского централизованного государства имеет огромное международное значение россия тогда заняла видное место среди европейских государств возрос авторитет россии у него появились дипломатические связи со многими странами в том числе европы и азии при нем очень-очень сильно он ослабил влияние золотой орды точнее вот именно при нем перестали платить дань золотой орде ну и много-много чего хорошего было еще а вот василий третий унаследовала отца не только любовь к волевым заморским женщинам но и любовь ко всему итальянскому нанятые василием третьими итальянские из очереди строили в россии церкви и монастыри кремли и колокольни вот охрана василия ивановича состояла сплошь из иностранцев и итальянцев в том числе они жили в наливке в немецком селении в районе современной екиманки он также был первым русским монахом освободишься от волос на подбородке по легенде вот пострек бороду чтобы выглядеть помоложе в глазах елене елены глинской вот в безбородном состоянии он проходил правда недолго но это руси чуть не стоило независимости пока великий князь щеголял гладко выбритой молодостью в гости пожаловал крымский хан ислям первой гирей в комплекте с вооруженным редкобородными земляками дело грозило обернуться новым татарским мигом но вот бог сохранил и василий снова отпустил бороду на этом пожалуй все спасибо за внимание до свидания